У меня нету тёлки уже очень много лет. Но он пытался меня унизить перед всем классом. Слушай, ты мне скажи, у меня лицо нормально выглядит, мне 27 лет. Гипно-привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Владимир Ефимов. Я иллюзионист, эстрадный гипнотизёр, телеведущий двух сезонов телепроекта «Звёзды под гипнозом», а также специалист по работе с тревожно-фобическими расстройствами. И сегодня, по многочисленным просьбам, я вновь иду в чат-рулетку, где буду искать героев, у которых есть те или иные беспокойства, тревоги, возможно, проблемы с самооценкой. Попробую им дать какие-то рекомендации. На основе этих рекомендаций вы сами можете сделать какой-то вывод для себя. А если есть у вас какие-то похожие психологические проблемы, пишите о них обязательно в комментариях. Ну а прежде, чем мы начнём, ставьте лайк видео, пишем комментарии, если у вас есть какая-то психологическая проблема. И обязательно подписка, колокольчик. Ну а мы начинаем. Погнали! Слушай, я сегодня просто общаюсь с людьми на такие разные интересные темы. И вот просто вот у самого куча комплексов. Хотелось с людьми вообще с другими пообщаться, узнать, есть ли у них какие-нибудь комплексы, чтобы как-то самому легче стало. Слушай, ты мне скажи, у меня лицо нормально выглядит? Мне 27 лет. Второй герой. Привет! Как дела? Нормально. А ты чё, негр, который работает в кочегарке? Есть такое. Нормально. Включай свет или я переключаюсь дальше? Не, я еб***щим не вышел. Ну я еб***щим не вышел. Ну тогда чао, дорогой. А с чего ты решил, что еб***щим не вышел? Ну я знаю, как ты всё равно на камере выгляжу. Сколько тебе лет? 14. Ну включи, я посмотрю. Вышел, не вышел уже. Ну ещё. Да, всё, вот так вот. Иду? Да нормально всё, с чего ты решил, что лицом не вышел. Красавчик? Не знаю. Некоторые просто говорят, что на камере херово выгляжу. И кто тебе такое говорил? Одноклассницы. Ну я так, ну они высокомерные. Слушай, скажи, у тебя бывает какая-нибудь тревога, мысли такие неприятные, в голову лезут какие-нибудь? Бывают. А в каких случаях чаще всего? Вот какие, например? То, что меня принижает о том, что я малым ростом. Из-за этого какие мысли в голову приходят? Ну приходят о том, что у меня может что-то в жизни не сложиться, о том, что люди многие будут думать, что типа малого рост всякого такого. А ты умеешь мысли людей читать, нет? Нет. Так откуда ты знаешь, что они думают? Ну по их взгляду, видно, я вот это могу понять. Ну а что значит, по какому взгляду? Вот я теперь так тебя смотрю, вот таким взглядом. Это значит то, что сразу, а все, он на меня так смотрит, из-за того, что я маленького роста. Все, возьму, сейчас вообще переключусь на следующего человека. Нет, это упорный взгляд. Ну то есть ты смотришь на меня, не то, что типа, на мои комплексы или того-того же. Ну а комплексы какие у тебя чаще всего? Ну только малый рост. А все другое у меня в порядке. Нормально выглядит, а что ненормально? Ну я каким телкам понравлюсь? Все твои. Все, я понял, спасибо. А с чего ты решил, что не понравишься? Я, короче, давно на себя не смотрел, что-то у меня рожа потолстела, блин, после этих забухов. Ну ты не поверишь, я не бухаю, но в экране у меня лицов в два раза больше. Прикольно. Да. Ну так и что ты хотел спросить? Ну скажи, есть ли какие-нибудь комплексы у тебя? Вообще, по большей части на людях я всегда на позитиве. То есть, в принципе, открытый там, да. У меня есть свои заморочки, опять же. Блин, знаешь, комплекс, то, что меня бесит, то, что я хочу, чтобы у меня была атлетичная фигура. Я никак не могу этого добиться. То есть, тяжело. Плюс меня бесит то, что у меня нет у тёлки уже очень много лет. И что-то как-то странно всё с этим. Потом, блин, да хрен знает. Ну, бесит то, что нету успешности постоянной. Ну а что для тебя значит успешность? Успешность – это преодоление целей, поставленных плыть против течения, а не по течению. А зачем против течения плыть? Ну, как говорится, всё самое лучшее даётся нелегко. А с чего ты взял, что лучше даётся нелегко? Ну, допустим, если ты хочешь девушку красивую там то-сё, не просто так к ней подкатить, скажем, не просто так. Может, ты ей не понравишься там, но как бы… То есть, например, если ты к ней подкатываешь, у тебя в кармане, например, там 300 тысяч, ты сразу ей понравишься. То есть, уверенность у тебя вырастет, нежели ты к ней подойдёшь, в кармане у тебя будет 5 тысяч. Ну, вообще, честно сказать, конечно, чем больше у меня в кармане, тем, конечно, мне… Ну, я себя покомфортнее чувствую. Не знаю, почему. Кто мог бы тебе сказать, например, как-то пошутить по поводу возраста, тебя это максимально бы задело? Ну, вот у меня вот на последнем уроке, ну, короче, разлил то-то, что мне сказал, то-что… Ну, как тебе в детском мире одевать? Я говорю, то-то, что ты одеваешься, модно, вот так по трендам, я говорю, это ничего не обозначает. Я одеваю то-то, что мне мама купит. От нежелания того. Я не хочу эти кроссовки, я вам скажу, давайте какие-нибудь другие посмотрим, мне те же купят. Мне как-то всё равно. Мне главное, чтобы у меня что-то было одеть, что-то, что будет долго носиться, а не то-то, что потратить 6-7 тысяч, купить какие-то кроссовки, которые подождём промокнут, это первое. А второе, то, что они могут использоваться, выноситься за месяца, два-три. Как-то так. А что он сказал, что тебя задело именно? Типа, то, что я одеваюсь в детском мире из-за моего роста. Типа, рост малый, вещи маленькие. И каким ты себя почувствовал в этот момент? Ну, каким? Ну, точно не маленьким, но человеком, который не станет там ничего не сделать. Просто словами объяснит и всё. Но он пытался меня унизить перед всем классом. А когда ещё бывает, чтобы тебе что-то говорили, тебя это задевало, да, по поводу роста шутили, прикалывались, да, смеялись? По поводу... Ну, многие смеются, говорят, малой. Ну, вот у меня есть друг, очень хороший просто. Он выше меня, я ничего с ним, нормальный дружон, он говорит мне, малый, малый, малой, иди сюда. Ну, мне как-то это иногда даже приятно, когда мне говорят малой. А вот когда сами посторонние люди говорят, ну, как-то, типа, не сильно задевает, но, типа... Ну, неприятно. У каждого человека есть свой комплекс, да. А как ты считаешь, вообще комплекс это нормальный или нет? Ну, смотря какой. Ну, например, по поводу роста, да, например. Как ты пытаешься с этим бороться, например, чтобы не чувствовать себя так? Я вешаю на турнике, подтягиваюсь, много чего делаю, чтобы не выглядеть мелким. Угу, то есть делаешь что-то, чтобы мелким не показаться, да? Угу. А если когда это все делаешь, от этого легче становится потом? Ну, конечно, мне кажется, что я, типа, как бы становлюсь лучше, как-то свои комплексы закрывая этим чем-то. Угу, то есть пытаешься сделать что-то, чтобы убрать неприятные ощущения от того, что тебя могут на малым, да, назвать, например? Да. Ну, а что ты взял, что люди маленького роста, они ничего не добьются? Ну, не знаю. Ну, вот приведи хоть один пример, который доказывает, что вот высокие люди, они прямо мега успешны, а маленького не успешны. Сегодня, к сожалению, у меня не получается пообщаться с людьми полноценно. Связь постоянно прерывается в самый неподходящий момент. Но что можно сказать о моем еще совсем юном, можно сказать, маленьком героем? У него есть негативное убеждение о себе, что я какой-то не такой, что я мелкий. А если какой-то не такой, то я ничего в будущем не добьюсь. Вот на данном моменте он стоит на распуте, каким ему стать человеком в будущем. Исходя из настоящего момента, какие проблемы у него есть, к каким двум путям он может пойти? Сейчас он стоит на пути гиперкомпенсанта. Человек, который пытается гиперкомпенсировать свой ущербный рост. Он говорит, что висит на турнике, ходит, занимается ММА боями, ведет максимальную активную деятельность. Но почему? Потому что убежден в том, что он какой-то не такой. И каждое следующее действие, которое будет гиперкомпенсировать его, будет подтверждать все больше и больше, что с ним что-то не так. Потому что он не принимает свой рост. Это один путь развития. Второй путь развития. Человек в его ситуации может, наоборот, еще больше начать комплексовать и не проявлять себя. И начать капитулировать. Сидеть дома, не общаться с друзьями. Вести такой аскетический образ жизни. Сидеть, играть в доту, в танки. На учебу ходить только для того, чтобы получить диплом, например. На высшем образовании, либо о среднем образовании, неважно. А затем все так же сидеть дома. И что в жизни такого человека произойдет? Ничего. А какая самая главная проблема тут? Человек считает себя каким-то не таким. Задача таких людей принять себя такими, какими они являются. И никакое их защитное поведение в виде сидения дома, либо, наоборот, гиперкомпенсируя себя, не приведет их в состояние гармонии. Все эти действия, наоборот, являются вредными для этого человека. Задача выйти на какой-то средний баланс, который действительно поможет человеку стать тем, кем он является. Ведь есть огромное количество примеров, например, Дэнни Дэ Витто, тот же самый Владимир Зеленский. Все они крайне низкого роста, что метр пятьдесят, метр шестьдесят пять. А тем не менее, маленький человек, а добивается высоких результатов. И рост не имеет никакого значения, будете вы успешными, либо нет. А девушке уже сколько у тебя времени не было? Блин, слушай, вот именно отношения, ну, блядь, ну, сейчас какой год? Девятнадцатый. Лет пять, наверное. А из-за чего? Как ты себе это объясняешь? Не знаю, просто не хочется отношений как-то все сложные какие-то. Плюс нет своей хаты еще. Ну, не знаю, короче, я себя сам куда-то загнал, может. Вот, ну, с этим борюсь уже, то есть... Ну, а как ты борешься? Ну, вот на спорт начал ходить. Ну, начал больше в соцсетях общаться. Ну, и вообще, то есть, там, на Баду. Ну, и в жизни там как-то... Ну, близости что-то не получается, какое-то недоверие, что ли. Ну, а что именно в тебе, ну, тебя в себе не устраивает? Вот, например, пять таких параметров, перечислим. Неисполнение поставленных целей перед самим собой. То есть, не есть, допустим, не есть углеводов там после семи, короче. А я могу перекрыться и пойти съесть какой-нибудь херни в холодильнике. То есть, не контролирую, не контролирую свои процессы. Типа, сейчас я себя чувствую вот так, а потом, ну, все нормально, а потом бац, и сорвусь, и, знаешь, могу бухнуть. Знаю, что мне будет там завтра фигово, но я все равно выпиваю, в этот момент мне хорошо, а на следующий день мне фигово. То есть, в момент, когда пьешь, как будто бы классно, здорово, но на следующий день опять так же плохо, как и до этого. Опять же, хочу ходить больше в спортивный зал, держать правильное питание, то есть, чтобы добиться вот результата. Не добиваюсь. А какой для тебя результат, вот, например? Результат похудеть, конечный результат иметь атлетическое тело. Вот если ты похудеешь, да, с девушками будет проще общаться? Блин, ну, мне просто кажется, что с лишним весом девушки думают, что я выгляжу старше, они, наверное, любят помладше. А, смотри, окей, а что у меня в руке вот тут? Я не знаю. Ну, скажи, любое. Есть пять шансов тебе угадать. Что у тебя в руке, блин, интересно, какого характера? Ну, без разницы, ну, ты же знаешь, что девушки думают, значит, можешь угадать, что у меня в руке. Ты же мысли, наверное, читать умеешь. Ну, иногда да. Так, ну, у тебя в руке брелок? Нет. Флэшка? Нет. Ничего? Нет. Еще два шанса. Блин, слушай, шарик? Нет. Ну, последний шанс? Ну? Ну? Скрепка. Скрепка. Нет, это колпачок от ручки. Видишь, у тебя было пять шансов предугадать, что здесь. Я ни разу не угадал. И примерно то же самое у тебя сейчас происходит. Вот со сколькими девушками, да, в реальности ты пытался знакомиться? Порядка, может, двадцати, пятнадцати, пятнадцати, двадцати, вот так да. И вообще никак не складывалось, да, это? Ну, как-то да. Смотри, да, вот как мне, да, кажется, со стороны просто. Вот есть некоторое убеждение, да, по себе, что вот со мной что-то не так. Да, вот со мной что-то не так, вот, наверное, лицо большое. И поэтому вот у меня не получается с девушками общаться. Это убеждение к себе начинает подтягивать любые подтверждения из внешнего мира. То есть, ну, как-то происходит. Вот я какой-то не такой, ну, наверное, я с этой девушкой не могу познакомиться, она слишком для меня красивая. Да, куда же я к такой к ней подойду? Она меня сто процентов отошьет, и поэтому я лучше к ней подходить не буду. А если даже я к ней подойду и с красивой начал общаться, ну, кому же я такой нужен? Я же толстый, я же там у него, о, какое лицо большое. Зачем же я ей нужен? Она же мне сразу изменит. И человек начинает докручивать, придумывать разные исходы вариантов. Вот у тебя было пять шансов угадать, что у меня в руке. Ты ни разу не угадал. И каждое, твои предположения, что произойдет, они, к счастью, да, всегда являются ложными. Потому что базируются на какой-то мизерном убеждении, со мной что-то не так. Да? А если не так, то что? Ну, значит, я слабый, значит, я еще какой-то там некрасивый. А это все бред, который люди себе убивают. Вот. Самое главное, что люди друг друга ценят не деньги, не знаю, порой не так часто внешний вид, да, а в любом случае какие-то такие душевные, приятные отношения. Вот. И поэтому задумайся, да, над этим. Скажи, а ты воспитывался в какой семье? Хорошей. Ясно. Как родители зарабатывали? Достойно. Ясно. А тебе не говорили, что вот, деньги достаются потом и кровью, деньги надо зарабатывать или что-нибудь такое? Ну, само собой, конечно, было такое. Еще одно убеждение, которое закладывается в детстве, что вот чаще всего, когда родители, да, вбивают ребенка, что вот, чтобы заработать, надо работать, не покладая рук, там, бам-бам-бам-бам-бам-бам, там куча всего. Вот видишь, я ведь работаю с утра до ночи, и там на заводе или еще где-то, там, видишь, как я кормлю всю семью, ну, и подобные высказывания зарождают в ребенке, опять же, убеждение, что, чтобы заработать денег, нужно приложить максимум усилий, да, или там расшибиться, не знаю, чтобы заработать надо. Но чтобы заработать хоть немного. То есть, человеку нужно расшибиться, чтобы хоть сколько-то заработать достойно. Но порой это не всегда так. Хорошо. И четвертое, да, то, что вот у тебя есть, у тебя есть внутренний идеал того, каким я хочу быть, верно? И ты себя все время сравниваешь с этим. Возможно, подходишь к зеркалу, как часто такое бывает, смотришь на себя, ой, я вообще, я жирный вообще, и расстраиваешься от этого. Вот. Вот этот момент тоже обязательный, если так делаешь, исключим. То есть, ставить себе цель, это одна из самых бредовых затей современности, которые люди на данный момент делают. То есть, постановка целей, быть мотиватором каким-то, мотивируй себя, достигай каких-то целей. Ну, достигнешь ты этой цели, дальше что? Все. Цель схлопнулась. А проще поставить себе какую-то, не знаю, не просто цель, а ценность. Ценность там заниматься собой. Намного лучше будет. То есть, ценность себе какую-то сделать, заниматься собой, ходить, заниматься спортом, и просто делать это ради себя. Просто по кайфу. И даже не заметишь, как придешь, ну, к тому состоянию, которое тебе максимально нравится и удовлетворяет. Угу. Слушай, ну да, ты верно говоришь, ты верно говоришь. Да, ну я с тобой согласен. Слушай, а ты не психолог, случайно? Да, психолог. Переожди? В чатрулетке, да. Я просто сижу так часто с людьми общаюсь. Ух, ну что, друзья, мне можно сказать об этом человеке. Очень позитивный, открытый парень. И таких людей среди вас, мои подписчики, среди ваших друзей, огромное количество. Все они часто на людях веселые, позитивные, шутят. А в душе скребутся кошки. В душе человек ощущает пустоту, которую не может заполнить. Касаемо этого персонажа, он знакомится с большим количеством девушек, но у него есть одно убеждение. Негативная самооценка, что я жирный, а значит, я какой-то не такой. И даже если ему будут попадаться, да и раньше попадались девушки красивые, он всегда найдет отговорку, почему я с ними не должен встречаться. Они мне изменят, не знаю, им нужны мои деньги, они не будут со мной встречаться. И можно придумать кучу таких самооправданий. почему они не будут со мной встречаться. Ну, потому что я жирный. Потому что я себя таким считаю. И буду дальше себя убеждать в том, что я какой-то не такой. Хотя зачастую девушки не всегда смотрят на вес. Я это могу по себе сказать. У данного персонажа кривые убеждения касаемо ценностей и целей. На данный момент огромное количество тренингов, где говорят мотивируй себя, давай, беги к своей цели, ставь цели, достигай их. Но я знаю людей, которые проходили такие тренинги. Они добивались целей, они зарабатывали свои миллионы, они могли спускать огромные деньги на то, чтобы чего-то добиться. Но даже если они чего-то добивались, почему-то они не становились счастливыми. Я могу сказать на примере своих клиентов, которые многого добились в жизни. Они очень состоятельные люди, но личная семейная жизнь у них так и не складывается. Они находят кучу оправданий. Ко мне клеятся только одни бляди из-за того, что у меня куча денег. Они мне изменят, им только нужны мои деньги. А все почему? У них есть негативное убеждение о себе, что я какой-то не такой. И свое убеждение они будут накладывать на всех людей, даже если они к ним относятся вполне искренне. Поэтому, друзья, обратитесь к себе, внутрь себя, задайте себе вопрос. А что я думаю о себе? Хороший я или плохой? Ничтожный, отвратительный? У меня щеки жирные, не знаю. Я маленького роста или наоборот слишком длинный. А возможно, я лопоухий, косоглазый, большой нос, не знаю, веснушки у меня, рыжий. Каким я еще могу быть? Не знаю. Кривые зубы. Какие у вас есть комплексы? Ведь большинство людей этих проблем вас даже не замечают. Эти проблемы замечаете только вы. И залипая на эти бредовые проблемы, вы портите свою жизнь, загоняя себя в непонятно куда. ваша жизнь буксует на месте, радость, счастье, добро проходит мимо вас. Это будет звучать, возможно, банально, но какие рекомендации могу дать? Вы должны заметить, что если у вас есть комплекс и вы хотите сделать что-то, чтобы скрыть этот комплекс, заметьте, что вы хотите сделать и делайте наоборот. Вот, например, девушки, если вы не принимаете себя без макияжа и просто не представляете, как можно выйти на улицу, не накрасившись, встаете старо пораньше и идете, не красив себе лицо на улицу. Просто пройдитесь и заметьте, что на вас даже никто внимания не обратил. И принимайте себя такими, какие вы есть, даже если у вас большие щеки. Ну, а с вами был Владимир Ефимов. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, пишите еще раз комментарии, что вы думаете о наших героях, что вы думаете о себе. Жмем колокольчик, ну, делайте все эти процедуры, которые надо сделать, и все для того, чтобы эти видео показывались большему количеству людей, чтобы канал развивался. А если данная рубрика будет развиваться, то, возможно, я буду приглашать популярных блогеров и общаться с ними по поводу их психологических проблем. Ну, а с вами был Владимир Ефимов. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok